Дракон на горе Дочек, эти рисунки, это все про нас. Нет. Это все про тебя. Но что это значит? Значит, что у твоей матери тоже была тайна. Ты не знал. Она великан. И я великан. Почему она скрыла? Она отправила нас сюда, чтобы мы это узнали. Но почему не сказала сама? Наверняка на то были причины. Бальдра не отправляли искать меня. Он с самого начала искал ее, не зная, что она стала пеплом. Раз у нее был замысел, я и верю. Каков бы он ни был. К тому же... Она еще не ошибалась. Скорей! Мы почти дошли до конца. Да. Да. Да, это так. Смотри. Это мамина. Она была здесь. Она предвидела каждый наш шаг. Она словно всегда была с нами. Наблюдала за нами. Вела нас домой. Закончим. Отец. 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 Сделаем это вместе. Сын. Субтитры создавал DimaTorzok. Сверхи. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Прощай, Фаил. Люблю тебя, мама. Великанов, и правда, больше нет. Нам пора идти. Идем. Раз... Мама была из великанов. Я полувеликан, полубог? И еще смертный. Да. Но я одного не могу понять. Имя на стене. Великаны называли меня... Локи. Локи. Мать сначала хотела назвать тебя так. Может, успела сказать родичам. Но почему? Этот вопрос мы отложим. Сейчас идем домой. Я... КОНЕЦ Это что-то необычное. Теперь ясно, почему она хотела быть здесь, вместе с родными. Но она знала, что здесь будет вот так. Хотела, чтобы мы это увидели? Хотела, чтобы мы рассказали об этом или скрыли? Я не знаю. Что нам делать? Тебе принимать решение. О! А почему ты назвал меня Атреем? Это ведь не в честь Бога. Ха, нет. Это был воин. Спартанец. Великий воин? Все спартанцы — великие воины. Мы тренируемся с рождения. Дисциплина, долг, битвы и смерть. Жизнь всегда сурова, и мы сурово смотрим на нее. Но спартанец Атреем не был похож на других. Он улыбался даже в худшие дни. Он вселял в нас надежду. Глядя на него, мы понимали, что хоть мы всю жизнь посвящаем войне, мы все же люди. Что в нас есть человечность. Когда настала его очередь погибнуть в бою, своей смертью он спас много людей и перевернул ход сражения. Я принес его домой на щите и похоронил с почестями по всем спартанским обычаям. Память о нем утешала меня в самые темные времена. Ого! Ты все-таки умеешь рассказывать. А Мимир не слышал. Субтитры создавал DimaTorzok Если теперь ты решишь, что нам пора возвращаться домой, я пойму. Но мы еще освободили не всех валькирий. Наверняка еще кому-то надо помочь. Может, за этим нас мама сюда и отправила? Что бы сделал спартанец Атрей? А что бы сделал Локи? Странное имя. Мне больше нравится то, что дал мне ты. Друзья, ох, как я вам рад. Нет, я уже по горло сыт общением с гномами. В чем дело, Мимир? Сперва они меня измерили вдоль и поперек, а потом спорили о погоде. Куда тебя отнести? Пожалуй, в приветливое подальше отсюда. Продолжение следует... 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 Ад, который начался, когда ты убил Бальдра, это дурное знамение. Знамение? Что приближается зима? Не просто зима, а великая зима, которая продлится три метра, а после нее начнется Рагнарёк. Рагнарёк? Из-за снега? Да, будет много-много снега, а затем наступит конец этому дурному миру. Примерно так. И еще одно пророчество. Нет, брат. Пророчество говорит, что до этого не менее ста зим. Ты что-то изменил. Пророчество не подумало о тебе. Продолжение следует... Говорю тебе, это Фимбулгинтер. Я это жопой чувствую. Зима близко. Прекрати. Ты меня пугаешь. Снег все равно пошел бы рано или поздно. Это не просто снег, как тебе известно. Это конец света. Не смей заставлять меня трезво мыслить. Парни? Просто говорим о погоде. Недавно похолодало. Он хочет сказать, что грядет Фимбулгинтер. Самая распоследняя зима. Я это жопой чувствую. Да. Мы... Мы слышали. Так что если идете домой, постарайтесь не останавливаться. И не умереть. А если не идете домой, то же самое. Что вам на этот раз нужно? Что вам на этот раз нужно? Береги себя. Продолжение следует... Береги себя. Береги себя. Береги себя. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok